Мы приезжаем из отеля, и здесь по-прежнему никого нет, как и вчера вечером. Поэтому в письме я нашла, что они написали, что Каслечкину надо оставить в этом листовом в лещике. Сюда. Все, готово. Ну что, заводим нашу Альфа-Ромео. Едем в Швейцарии. Отличные дороги. Все ровненько. Зеленые поля и белые поля. Очень контрастно все. Мы приезжаем в очередной тоннельчик. Первый. За сегодня первый, а вообще очередной. Красивые пейзажи открываются. И это мы еще только у самого подножья гор. Альф. Какая высота? На какой высоте мы находимся? Мы сейчас находимся на высоте 730 метров. Мы почти приехали к нашему первому месту назначения на сегодня. Город Булле. Либелле. И сейчас съезжаем, чтобы попасть в один из немногих открытых лидлов. Все остальные супермаркеты закрыты, и нам надо купить какой-то еды. И потом мы поедем пить кофе в магазине. Представьте, что ваш магазин, в который вы ходите каждый день за помидорами и огурцами, находится вот в такой локации. Ну что, мы скупились, купили воды, немножко продуктов поесть. Обошлось нам все сколько? 27 франков. 27 франков. Где-то 24 евро. Ну что, едем дальше. За сколько нам обошелся кофе? Это большой капучино. Угадайте, сколько стоит этот огромный капучино? Огромный. Он стоит сколько? 4,70 франков? С ума сойти. Мне очень нравится цвет машины. Прикольный. Мне цвет нравится и форма. Но вообще она очень большая, и в ней фиг где развернешься. Такая вся. Да? Да, но внутри классная. Внутри классная, но очень длинная. Длинная сосиска. Сосисочный. Внутри классная. Едем в горы. Проближаемся к горам и дальше. Как будете видеть в наших видео, в основном горы и снег. Длинная сосиска. Классно Классно К нему мы не подъедем Горы По крайней мере, часть горы, издалека кажутся черными или серыми, из-за леса Вот здесь вот особенно это видно Кажется, что гора, прям, черная А это все лес Мы едем довольно медленно, не спеша, нам не привычно ехать на таких дорогах, и вот нас угоняют машины. Видимо, они знают здесь местные дороги, знают, куда едут, и не первый день по снегу за рулем. Слава уже куда-то там навалился, пойдемте за ним. Мы сделали нашу первую остановку. Здесь довольно сложно остановиться где-то, потому что все съезды private, и вот это первый съезд, на который нам удалось съехать, и здесь куча снега. Класс, зимняя сказка тут такая. Как тебе? Это наш первый снег. Нравится тебе? Очень красиво, много снега, и вот это, вот этот а-ля мост, куда он может перейти? Здравствуйте. Деревня Кельбусских маленьких. Подстроились ради пары из душек целый мост. Что там снимаешь? Тик-токи снова? Нет, ничего. Видимо, твои среди усилят. Шишку не хочешь срывать? Слова тут делает какие-то маневры на нашей Альфа Ромео. Хочет проверить, как колеса, все ли колеса будут крутиться или что-то в этом роде, я не уверена. Сейчас узнаем вместе с вами. Отойдем на безопасное расстояние. Глубнись. У вас крыша прозрачная. Мы платим за крышу, за прозрачную крышу. У нас все прозрачное. Вы правильно подметили. Садись уже. Что, поехали? Готовы? Опять Альпы. Да. Да. Так, что у нас тут нет никого? Нет пари. Да, она как в газовала. Машинка интересная. Можете на своем забыть. Забыть? Да. Так. Итак, сейчас у нас было небольшое приключение по оплате парковки. Мы тут встретили русскоговорящую девушку с ее англо- или немецкоговорящим мужем. И они нам подсказали, как это все работает. Но в итоге мы дошли до оплаты, до терминала с оплатой. И там все на немецком. Вообще непонятно, какую кнопку нажимать. Мы что-то рандомно потыкали. И нам выдался билет бесплатный на один час. То есть мы ничего не заплатили. Потом подошел вот этот муж этой девушки. И... А там было еще написано что-то похожее на слово студент. Студент. Но оказалось на немецком штудент или как-то так. Это час. Короче, у нас бесплатная парковка на один час. И мы идем эксплорить окрестности. И разобыла сказать, мы остановились на первой парковке. В полтора, которую мы увидели. Тут много машин. Вроде бы тут подъемники. Все с лыжами. Сейчас тут просто полазим, поснимаем и вам покажем. Да? Ну да, вам покажем. Мы вам все покажем. Покажем вам. Ладно, кстати, парковочные автоматы. Мы остановились вот тут вот. Тут есть пару подъемников. Мы сейчас вот где-то здесь. Да, машину поставили тут. Сейчас здесь. Пойдем сюда. наверх. Тут есть кемпинг. Зимний кемпинг. Не представляю, как тут ночевать. Холодно. Сейчас минус 4. Громко тарахтящий снегоуборочный трактор. Немного людей. Очередей нет. Нужно купить карточку. Мы не поднимемся на этом подъемнике, так как нас нет лыж либо сноуборда. Горка довольно большая. Побольше, чем на закопание. Снегоходы. Нам такие надо. Они пешком пойдут. Кто знает немецкий, что означает, что надо носить маску? Никто маски тут не носит. Нет, есть кто-то. Тут есть. Касса, где можно купить билетики. Не пойму, что это за колеса. Нет, это велосипеды. Можно взять велосипед на прикат, наверное. Да, велики. Солнце сзади тебя. Вот туда прикольно. Надо, чтобы я спиной туда стояла. Да, солнце сзади тебя. Вот так, отлично, вообще супер. Надо было трайподик-то взять. Сегодня 26 число, рождественские выходные. Люди катаются. Приехали с семьями кататься на лыжах, сноубордах. Кто-то ходит пешком. Кто-то одел снегоходы и пошел пешком. Вон, кстати, кто-то пытается пойти. Попытался и вернулся назад. Слишком много снега. Снега много. Сантиметров, наверное, 30. Ира ищет локации для съемки своих тиктоков. Круто. Улыбочку. Красный пингвин, улыбнись. Идем на вторую горшку. На одной побывали, идем на вторую. Мы поняли, что нам надо покупать костюмы для катания. Потому что сложно не хотеть кататься, когда все так катаются. Что-то мы не обдумали этот момент. Подумали, что да ладно, поездим, просто посмотрим. А тут слева, справа, везде все катаются. И ты чувствуешь себя лохом, что ты не можешь покататься, потому что ты только не взял шмотки. Но шмотки мы и не могли эти взять, шмотки для катания. Потому что мы прилетели сюда с одними рюкзаками. Мы могли, если бы брали чемодан, но мы не захотели. Но я думаю, что мы сможем их тут купить недорого. Попробуем уложиться в полтинник на человека. Должно хватить. Перчатки у нас есть. Нам надо только курточка для катания и штаны. Ну и ботинки вообще-то. И маски. Маски нет, маски у нас уже есть. Какие? Не, маски на глаза. На глаза? Как это, очки? Очки. Ну, очки уже покупать не будем точно. Короче, посмотрим. Может, и не купим. Да, ну да. Я хотел еще спросить, сколько стоит катание? Ну, если не купим, то огромная мотивация в следующий раз приехать сюда на своей машине. Со своими вещами. С двумя парами. Если купим, да? Да нет. Ну, у меня уже есть две пары. И на такой машине большой. Ой, прикольно. Классно. Смотрите, какие эти. Какие белые ели. Вообще, супер. Сказка. Ладно. Вот такая вот подъемник такой вот. Смотрите, какой интересный подъемник для детей. Обычное колесо. И вот можно катать детей. Это просто... Просто канадцы. Это ж тяжело, да? Угу. Перекрасовочная, а нормально тяжело, но это... Да. Ничего. Идем. Маленькая горка для детей с подъемником. Ну что, возвращаемся к машине. Едем дальше. Парковка заполняется. Все больше подъезжают людей. Сейчас около 12 часов дня. А мы будем перемещаться дальше. Наша машинка. Давайте поставим ключ. Заведем ее. Классно. Хотелось бы жить где-то рядом. Где-то недалеко, чтобы... В часе или в двух. Ну, это получается, надо жить либо во Франции, либо в Италии. А мы живем в Ирландии. Далеко. Вот так можно тоже кататься. Куда мы поехали дальше, вы можете посмотреть в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok